Атун, 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 атун. Здравствуйте! В эфире программа «Окна города». Для вас работает Анна Рудай и Ярослав Чичин. Ансамблю белорусскому народному ансамблю гостинец 25 лет исполняется, как одному из ведущих. Вы можете сами решить, кому из нас. И мы, конечно, сегодня отмечаем этот юбилей вместе с коллективом, общаемся с участниками коллектива, с руководителями, ну и, конечно, вспоминаем какие-то ключевые, важные моменты в истории ансамбля. Итак, у нас сегодня в гостях художественный руководитель ансамбля Карпович Аркадий, его участники Комарова Оксана, Юргель Светлана, Симашка Екатерина и Сачевка Наталья. Добрый вечер! Здравствуйте! Здравствуйте! Аркадий, ну мы, конечно, начнем с вопроса к вам. А вот 25 лет назад, вы помните, можете сейчас как на духу нарисовать эту картину, как это все было, как это начиналось, какой стоял погожий или непогожий денек в тот день, когда пришла идея собрать этот коллектив? Вы знаете, я даже помню, помню, как сейчас это было. Были две женщины, мы выступали на Козюке ровно 25 лет назад. Такой праздник у нас есть в Гродно. Это литовский праздник, по-моему. Это литовский, но сейчас у нас празднует этот праздник. И выступало на улице две женщины с прекрасными голосами. Такие хорошие голоса, прекрасные. Но было немножко сопровождение. Был один баянист, но он очень неточно играл. И мне захотелось этих женщин поддержать чем-то. И мне зародилась такая мысль. Я подошел к ним и предложил им как бы свои услуги. И мне зародилась мысль, чтобы подключить какое-то сопровождение оркестровое. А вы в это время чем занимались? Ну так, чтобы бэкстейш у нас какой-то был? Я в то время был аккомпаниатором народного ансамбля «Неман». То есть вы профессиональный музыкант. Я профессиональный музыкант, я профессиональный педагог. И проработал на одном месте, в музыкально-педагическом училище в Гродненском. 40 лет. И вам было детей мало. Вы решили, нужно еще прекрасных женщин помучать. Взять вот крыло. Ну, кто как это называет. В те времена, 25 лет назад. То есть это далекий, по сути, 93-й год. Не самый простой в истории страны, скажем так, и в истории города. Вам захотелось раскрасить жизнь. Сделать так подарок. Кстати, вот гостиниц. Откуда название-то? Слово гостиниц, ну, двоякого названия. Можно так сказать. Это когда приходишь с подарками куда-то в гости. И, конечно, с подарками по-белорусски. Это будет с гостиницами. С гостиницами приходишь и приносишь, конечно, подарки. И еще второе название. Это, как у нас... Дорога. Это край дороги. Край населенного пункта. Край деревни, вот говорят, гостиницы. Край гостиницы второго. Хорошо. А хотелось бы вернуться все-таки еще раз туда, вот в прошлое немножко. Вот вы собрались, да? Получается, это был первый состав, можно сказать. Вы и две барышни. Как вы считаете, вот спустя 25 лет... Мы видим, что барышень стало больше. Да, 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 да. Барышень стало гораздо больше. Как вы считаете, сегодня, вот в наше время, да, в 2018 году, возможен ли такой сценарий, что человек просто видит на улице поющих барышень, думает, сопровождения не хватает, и вот таким образом формируется коллектив? Или это было возможно только тогда? Прошли уже такие рыцарские времена? Ну, у кого как. У нас, например, если я услышу где-то на улице, где-то на смотре каком-то, и я сразу же подхожу, такие очень красивые голоса народные, понимаете? Потому что у меня такая вот, понимаете, потребность почему-то с самого начала возникла в моей концертной деятельности, будем так говорить, и в педагогической деятельности, приглашать... Приглашать красивых... Не быть равнодушными к таким... Воруют красивых женщин. Вот я знаю, что у вас конкретно из колледжа технаря, как вы сами сказали, человека, который преподает, как правильно называется, специально? Мастеру производственного обучения у электромонтеров и у слесарей экип. Отобрали у людей свет, можно сказать. Я сама пришла. То есть я сама тихонько пришла. Мы не отбираем специально. Как это так, девочки? Ну как, вы уже так не говорите, что вообще мы тут все такие безвелосые. Так, у нас, по-моему, назревает первый скандал. Наконец-то наша программа станет. Да, да. Рейтинг. Хорошо, мы вот как раз переходим, собственно, к основному вопросу, да, Ань? Люди в коллективе не просто занимаются тем, что поют, как мы с тобой, просто разговариваем, говорящий головой. Они еще и работают. Поэтому я предлагаю выяснить, кем и где. Да, давайте по порядку. Кем вы работаете? Я работаю в электросетях. Еще один. Так, я так понимаю, я вижу уже закономерность. Электросети равно бельные. Вот, но в коллектив я пришла еще с колледжа, когда Аркадий Иванович нас аккомпанировал на хоровом классе. То есть вы учились в колледже музыкальном? Да, в колледже искусстве я училась. Но потом попали в электросети? Да. Они вас затянули? Да. Но там вы не поете? Параллельно. Ну, вообще, у меня специальность есть. Я хармейстер в ансамбле и, в общем-то, образование по специальности у меня есть. Я закончила университет культуры. Ну, так жизнь сложилась, что, в общем-то, не всегда работаешь там, в общем-то, наверное, где хотелось бы. Ну, по разным обстоятельствам. Поэтому работаю в электросетях, здесь работаю хармейстером, вот с девочками поем. Вот, ну, в общем-то... Ну, как вы с девочками поете, мы еще сегодня услышим. А вы кем работаете? А я работаю уборщицей и люблю свою работу. Как это приятно слышать. Вот, работаю я ОАО «Гродно-жилстрой». Вот, поэтому я... Это вы делаете чистыми наши дома. Очень люблю свою работу. А когда убираете, поете, вот я, когда убираю, я пойду. Да, учу слова, учу даже движение в другой раз. Поэтому все обожаю. Прекрасно, движемся дальше. Рассказывайте. Я работаю диспетчером МЧС. В гостиницу я пришла пять лет назад, случайно заглянула на чаечек. К подруге. Да. Понравилось, осталось. Скажем так, задержалась. Решили не эвакуироваться. Да, совершенно верно. А как девочке удается совмещать? Ну, серьезно, у всех, правда, специальности много времени занимают. То есть 8 часов вы отработали. Репетиции, вокал, это дело сложное. Да, на работе можно где-то подпеть. Но профессиональное дыхание ставится, песни разучиваются. Это же как минимум часа два ежедневно надо заниматься. Или реже? Ну, конечно, можно было бы каждый день собираться. Нам это нравится. Пьяние нам очень нравится. Но, к сожалению, у нас и всех семьи, у нас и всех маленькие детки. Это к счастью, я думаю, все с кем-то с ним. Ну, да, правильно. К сожалению, для времени. Да, да, у нас и всех маленькие детки, с которыми мы два раза в неделю обязательно собираемся на репетиции. Вот, приходим с детьми. Ну, и, в общем-то, занимаемся как вот, ну, по возможности. Вот, как время позволяет, так, в общем-то, и мы занимаемся. Да, два раза в неделю. Ну, и плюс концерты у нас. Ну, давайте мы сейчас уже не только вот насладимся разговорами, но и вашим пением. Вы нам обещали акапельно исполнить песню. Да, споем акапельную песню, белорусскую народную «Ой, улушку». Ну, фрагментик, споем несколько куплетов. «Ой, олушку, ой, да прикрота мой бережко, ой, там плавали, да и ширые коси, ой, да и укрошку». «Красна девка, дай побережечку ходилай, шире гуси, ой, да, да, да мойко, ой, да понилай. А с поночи да малое детья рыкзелай, а с поночи, ой, да саби сына, ой, да родилай». Я слушаю, я вот у нас на репетициях, я даже слушаю их, и у меня даже мороз по коже у самого, понимаете? Потому что вот голоса, подберешь, не подберешь, но всегда у нас участвуют такие голоса, которые сливаются, во-первых. Конечно, работа проводится такая, репетиционная, но в основном у них все от природы, голоса от природы. И кто к нам приходит, извините, кто к нам приходит, тот и остается обычно. Хорошо, расскажите нам вот как раз-таки по поводу состава коллектива. Здесь далеко не полный состав, насколько мы понимаем. Часть еще присоединится во второй части программы. Вообще, в принципе, вокальная группа, это сколько человек? Вокальная группа у нас 8 человек. 8 человек? Да. И они совершенно разные по возрасту люди, или это примерно... Примерно вот такого возраста, который у нас, средний возраст у нас, он молодой даже, будем так говорить. Единственный я, немножко возрастной. Вы такой, Ален Делон. Хорошо, помимо вокальной группы, кто еще в коллектив гостиницы? Помимо вокальной группы у нас есть еще инструментальная группа. Мы видим прекрасную, как сегодня охарактеризовали, большую скрипочку. Большая скрипка под названием контрабас, малая скрипка под названием скрипка, майон, гармонь, барабан, флейта, ну и шумовые инструменты. Естественно, у нас еще есть и флейта, и цимбалы. Хорошо, в таком случае у меня вопрос следующий. Поют? Поют. Музыка тоже есть. Был ли у вас опыт совмещения вашего выступления с выступлением танцевального ансамбля? Конечно. То есть это нормальная практика? Конечно, это нормальная практика, и мы подключаем танцоры. Но когда танцоры немножко взрослеют, они уже куда-то уходят, рассеиваются, рассасываются, будем так говорить, или в другие коллективы, уезжают, замуж выходят. И мы тогда немножко делаем паузу, а потом опять отбираем такую танцевальную группу, набираем маленькую. Я предлагаю прямо сейчас посмотреть о том, как у вас проходил юбилейный концерт, который был, собственно, в субботу, со всеми инструментами, с песнями, с танцами. Смотрим и наслаждаемся. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 И берем новые какие-то, где кто услышит. Ну, мне бывает, вот приносят и напевают песню. Я быстренько оркестровку, я обладаю такой, будем так говорить. Я оркестровку делаю, для инструментов расписываю, и мы репетируем. Где-то формируем песню, будем так говорить. Хорошо, а девчата, кто-нибудь регулярно занимается поиском песен? Вот какая они предполагали? Может быть, в интернете кто-то смотрит? Мы песни подглядываем у народа. Да, у народа. Ну, современный же народ, он не создает песен, вы же не поете современные песни. То есть все-таки мы говорим о том, что эта песня 19-го века, 18-го наверняка, начало 20-го. У нас были те первые, что я назвал первые две солистки, Сакович Мария и Чуган Татьяна. Эти первые две солистки, одна из них обладала очень уникальной и памятью, и, будем так сказать, удивительным голосом. Понимаете, я все время восхищался этим голосом. Девочка, а вам... Она уже пожилая, их уже нет давно у нас, но они, естественно, приходят иногда, заходят и общаемся, все. Ну, она уже пожилая женщина, а голос у нее вот такой молодой, понимаете? Который, если в записи послушать, он очень молодой. И у нас есть очень много старых записей, где слышно такие девичьи голоса. Я так понимаю, Аркадий Иванович, вы ностальгируете по временам определенным девочке. А Аркадий Иванович, он вообще подарок и гостиниц или нет? Хвалит он вообще вас или держит в ежовых рукавицах? Говорите всю правду, не бойтесь. Говорите, как есть. Ну, вы знаете, конечно, бывает у нас всякое. Мы, бывает, конечно, к истине приходим очень так, через такие дебри очень сильные, вот. Но все-таки мы Аркадия Ивановича любим. Гостиница без Аркадия Ивановича, это, конечно же, не гостиница. Это, ну, просто. Это даже как-то вот, ну, что такое? Гостиница-то сразу Аркадий Иванович. Хорошо, а кто-то остался еще из женской части коллектива, кто вот с тех самых пор хранитель очага, с самого начала? Конечно. У нас есть Тамара Малевич, вот из вокалисток именно, которая, она выступает с нами и по сегодняшний день. Она вообще участвовала с нами в юбилейном концерте. Она с нами постоянно ездит в поездки за границу. Ну, это тоже, конечно, вот. Ну, любопытно другое. Хорошо, выступает, участвует репетиция. А можно ли сказать, что человек несет и хранит какие-то определенные традиции, которые вы будете передавать потом следующие? Конечно. Конечно, у меня тоже уникальный голос. И я вот ее всегда, когда объявляю, когда мы объявляем, она выходит петь там сольные песни. Обычно мы ее в последнее время даем. Вот такие песни. Я ее всегда объявляю. Это народная артистка нашего коллектива. Костинца. И она, я думаю, она соответствует этому званию. А по поводу девочки костюмов. Сами ли вы их шьете? Я вижу большое разнообразие. Вышитое вручную, красивые фартухи. Костюмы мы заказываем. Вернее, будем так говорить. Этим костюмам страшно признаться. Уже по 18 лет. Их давно было пора списать. Выглядят они чудно. Да, но мы очень бережно. Единственный, может быть, коллектив, который бережно сохраняет. И у нас и чехлы пошиты. И вот мы и за границу очень бережно относимся к костюмам. Но некоторые уже, конечно, некоторые костюмы пришлось одолжить буквально. Вы знаете, у нас вообще последний комплект наших костюмов, он более в таком, каком-то стилизованном, стиль такой стилизованный. Ну, для меня непонятный лично. То ли народный, то ли эстрадный, что-то вот непонятное. Поэтому мы вообще, вот почему-то меня, как хормистер, меня в последнее время вообще тянет на фольклор больше. Я очень люблю фольклор, я люблю акапельные, акапельные песни. Вот, поэтому мы вот как-то немножко теперь с костюмами у нас разные. Более белорусские, более фольклорные. Вот, и песни теперь у нас тоже в репертуаре. Вот мы немножко, если берем, то что-то более, конечно, фольклорного плана. К корням, интересно. Да, да. А по поводу... Потому что, знаете, вот я лично, когда слышу акапельные песни, вот поют бабушки, у меня просто вот, ну, замирает все. Но это хорошо, потому что сейчас как раз идет возвращение к корням. То есть вот эти вот костюмы и орнаменты, это очень-очень сейчас хорошо себя чувствует. Конечно, где-то приходится удлинить, кому-то подогнать, все делаем сами. Ну, и сборная, да. Да, ну, не швей, но в любом случае какие-то рюшки пришить, где-то ушить, подогнать. А головные уборы из соломки, вот вечная работа. А у нас есть наши, так сказать, придворные мастера, которые в Роднинске. Немного, немало. Так у вас все дальний строй еще, оказывается. Которые нам, да, у нас есть такая семейная, у них такой подряд, где они плетут, это блудовый. Есть такие у нас известные мастера этого дела. И нам плетут и кокошники, и шляпы. Ну, а как, вы во время выступления меняете костюмы, либо нет? У вас у каждого свой. Вы знаете, если бы... Нет, такого у нас не нужно менять. Если бы такая возможность поменять, новые костюмы какие-нибудь, второе, у нас, к сожалению, нету второго варианта. Хорошо, а если, давайте смоделируем ситуацию. Я участник, участница, условно, да, коллектива, и у меня есть идея моего костюма. Вот я сидел, меня осенило, я понял, что я хочу это сделать, я за свои деньги его взял и пошел. Есть ли вероятность, что я потом в нем выйду и выступлю? Нет, так можно сделать, но... Рокодий Иванович, боится, чтобы вы лишнего не сказали, поэтому... Да, 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 когда нам заказывали 17 или 18 лет назад, я точно не могу так дату помнить, когда мы заказывали эти костюмы, нам шили в Минске, художники специально разрабатывали вот этот костюм, чтобы он красивый был, и причем очень хорошо нам повезло, что тогда нам немножечко, они разные получились. Понимаете, это очень хорошо, когда разные немножко костюмы в одном стиле, но разные, и художники специально в Минске нам, в художественном мастерске нам шили эти костюмы. Но, собственно, ответа на вопрос я так и не получил. Если у меня родится идея, то мне... Почему? Вы можете прийти, заказать... Если он не будет выпадать из общей кондры... Вы знаете, вот у нас недавно был случай, когда... Ну, мы не будем говорить конкретно кто, когда человек... А вы скажите кто, давайте скандал. Хорошо, скажем, да, Светочка, дорогая, вот, ну, решила, вот, красивый костюм взяла, все. Очень красивый костюм был, просто вот, ну, да, очень красивый. И все взоры были прикованы... Но вы знаете... Мы не дали ей его одеть. Да, мы разрешили всем ансамблем, потому что это был костюм... Потому что у нас такая штука, как женская зависть. Нет, нет, вы знаете, нет. Зависть это, конечно, ну, одно, но все-таки, когда у нас ансамбль, и когда мы вместе выходим на сцену, мы должны немножко быть все-таки в одном стиле. Пускай это разные костюмы, да, но они должны быть... Да, это не может какой-то там стилизованный быть костюм, если вот мы, соломка, орнамент, в любом случае, это должно быть едино. Но вы знаете, после концерта Света посмотрела на себя и сказала, да, девочки, хорошо, что я не одела этот костюм, потому что это было вообще непонятно что. Я бы выглядела, да. Как раз-таки с выступления ансамбля гостиниц, напоминаю, что сегодня мы здесь в честь его юбилея, 25 лет. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАННОМ ЯЗЫКЕ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА